Будет ли в России дефолт? Сейчас очень многие люди знают, что у нас весь мир находится в состоянии кризиса. И очень многие ждут какой-нибудь бяки и рассуждают о том, будет ли в России дефолт и так далее. В России распускаются разные слухи, что будет в будущем, надо ли покупать доллары или что покупать, куда вкладывать. Поэтому я решил несколько видео снять на эту тему и так будет ли дефолт. Дефолт Так, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, я уже сказал, что многие люди ожидают какой-нибудь гадости в ближайшее время, потому что мир находится в состоянии кризиса, предприятия остановлены, все видят, что ничего не летает, ничего не ездит. И люди говорят, что многие говорят, да, еще и ставки понижаются, 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 то есть депозиты перестают приносить доходность. И люди начинают задумываться, может быть, куда-то переложить деньги и куда их переложить? Ну, традиционно у нас все считают, что надо перекладывать в доллары, но доллар-то тоже почему-то не растет. И все ожидают какой-нибудь гадости на самом деле. А какие гадости мы в свое время пережили? Ну, одна из самых страшных бед, которые мы пережили, это дефолт. И поэтому многие говорят, будет дефолт. Давайте попробуем разобраться, будет ли дефолт в России? И что нас ждет в случае дефолта? Ну, почему дефолт происходит? Что такое дефолт? По своей сути, дефолт – это отказ от обязательств платить по долгам. Вот так. И дефолт у нас был в 1998 году. И в связи с чем он был? Давайте вспомним. В 1998 году был премьер-министром Черномырдин. И Черномырдин, да, тогда что было еще? Это было при Ельцине. Там сплошной черный нал. Налоги никто не платит. В бюджет ничего не поступает. А бюджетникам надо чем-то платить. И что делал? Да, нефть стоила вообще копейки. Там, насколько я помню, 24 доллара за баррель. Можете себе представить. То есть никаких поступлений в бюджет не идет. Что делать? Что делают в этом случае все государства? Государства в этом случае влезают в долги. Каким образом? Выпускают облигации государственные. Но в то время нам еще никто особенно не давал. Потому что для того, чтобы дать человеку, дать государству в долг, надо понять, как это государство, чем будет отдавать этот долг. То есть мы, Россия, стояли там буквально на коленях. Мы зависели от МВФ. Каждый день в новостях было, приедет к нам МВФ или нет. И, значит, спасет нас МВФ или нет. И МВФ нас спасал, естественно. Он говорил, мы вам дадим денег, но если вы сделаете вот это, это и это. То есть нам ставили условия. То есть нас поставили в состояние, скажем так, в положение раком. И, значит, говорят, вот хочешь денег, пожалуйста, мы тебе дадим денег. Тебе, как бы, ну, так сказать, ты прокормишь. Но МВФ понимал, что деньги, скорее всего, он не получит назад. А для того, чтобы, значит, дать деньги, ставил какие-то политические условия. То есть мы должны сделать вот это, это и это. Тогда мы получим деньги, и мы непрерывно шли на уступки. И когда мы отказывались идти на уступки, нам говорят, а мы вам не дадим денег. Вот, и здесь положение было ужасно удручающим. И под такие условия мы не хотели брать деньги, а под другие нам просто не давали. Поэтому тогда Черномырдин, да, еще, так сказать, только что отгремели всякие пирамиды, там МММ, всякие, так сказать, чаши там какие-то, ну, кто помнит, напомните, пожалуйста, напишите в комментариях, какие пирамиды были, если вы застали это время. И государство говорит, ну, что делать, блин. Вдохновленная Мавроди, говорят, что, а давайте-ка выпустим ГКО, государственные краткосрочные обязательства. Это были облигации государственные трехмесячные. И там был, ну, так как у России был дефицит бюджета совершенно дикий, то есть мы платим бюджетникам деньги, а деньги в бюджет не идут. То есть дефицит бюджета наблюдался. И в это время, что делать? Государство влезает в долги, то есть выпускает вот эти самые ГКО, а так как есть большая вероятность, что мы не отдадим, то есть они говорят, слушай, при таком дефиците вам давать деньги. Поэтому доходность по этим облигациям была достаточно высокая. То есть нам давали под большие проценты в долг. Проходит три месяца, что через три месяца надо отдавать долг, правильно? Откуда его брать, этот долг отдавать? А это государство, оно обеспечивает государственные, это государственные краткосрочные обязательства, государственные облигации. И откуда оно возьмутся деньги? Да ниоткуда. Через три месяца ничего не возникло. То есть все деньги скушали. Поэтому что делает правительство на выпуск? Делает следующий выпуск ГКО, а следующий выпуск для того, чтобы расплатиться со старым. И расплачивается со старым, платит, значит возвращает старые долги, возвращает с процентами. Еще что-то остается, потому что каждый следующий выпуск, он был больше, чем предыдущий. И каждый следующий выпуск мы брали под большие проценты, нам давали под большие проценты. И таким образом мы вошли в такую спираль, в которой мы брали деньги, ну как в банке. Но, ребят, если вы просрочили кредит, вам банк включает процент побольше. Точно так же было с государством. У государства был бешеный дефицит бюджета. Никто не верил, что отдадут, но государство-то отдавало, потому что оно просто, ну как бы, под большие проценты брало и отдавало. Под большие проценты брало и отдавало. И когда этих процентов стало совсем-совсем много, стало, в общем сказать, было понятно, что будет дефолт. Эти ГКО уже вталкивали всем банкам, обязали все банки покупать ГКО, потому что уже их никто не брал, потому что все верили, что будет дефолт. Вот. И в конце концов, ну, решили, что Черномырдину нельзя, в общем, терять лицо, поэтому говорят, давайте-ка мы назначим молоденького премьер-министра, вдруг он что-то сделает, а если не сделает, то хрен с ним, значит мы ему голову отрубим. Вот. Назначили Кириенко. Кириенко проявлял бешеную совершенно активность, пытаясь как-то активизировать экономику, но, естественно, ничего у него не вышло. И, по-моему, сейчас в 1998 году, по-моему, 18 августа, я помню, что это было, так сказать, суббота или пятница, короче говоря, он выходит из трибуны и говорит, что Россия объявляет дефолт. То есть, что это значит? Что мы не будем выплачивать долги по ГКО, вот по этим, по последним, ни долги, ни проценты, все обнуляется, мы никому ничего не должны, спасибо всем. Вот. А к чему это ведет? А это ведет к следующему. Поэтому, когда государство объявляет дефолт, то, ну, если вы берете у кого-то в долг, он говорит, я тебе отдам, берет еще под большие проценты, отдам, отдам, а потом он говорит, ну, все, я тебе не отдам ничего. Вы дадите ему еще раз в долг? Нет. Так же и государству никто уже ничего не дает в долг, поэтому, что произошло на следующий день после того, как Кириенко объявил дефолт, ну, или не на следующий, там, в ближайший рабочий день, доллар был до этого, вот, в пятницу он был 6 рублей за доллар, а в понедельник он стал 16 рублей за доллар. И те, кто помнит, кто был в сознательном возрасте, они помнят, что это был жуткий совершенно удар, то есть доллар вырос с 6 до 16, конечно, помнят, конечно, все знают, что во время дефолта надо покупать доллары, поэтому сейчас очень многие патриотически настроенные люди, которые говорят, рубль это все, значит, Россия победит всех, но они говорят, что надо покупать совершенно непатриотический доллар, вот, будет ли дефолт сейчас? Я вам точно могу сказать, вот, насчет дефолта я вам могу точно сказать, что дефолта не будет, потому что сейчас ситуация прямо противоположная, сейчас в России нет абсолютно дефицита госбюджета. У нас много лет подряд профицит государственного бюджета. Нефть, ну, стоит, конечно, не очень дорого, но у нас профицит госбюджета. Если нефть дешевеет, мы берем рубль, опускаем, и, соответственно, профицит госбюджета. Например, Центробанк зажал печатный станок, инфляции нет, ничего нет, есть профицит госбюджета, пенсии, зачем людям платить пенсии, зарплаты госбюджетникам, зачем им платить зарплату, зачем им повышать зарплаты, потому что, ну, а что сказать, с какой радости, они что, больше стали работать? Нет, повышать зарплату никто никому не собирается, люди и так любят наше руководство, люди обожают Путина, 70% в рейтинге, пожалуйста, все хорошо, зачем людям платить зарплату. Поэтому никакого дефицита госбюджета нет, России давно уже из-за санкций никто не дает деньги в кредит, ну, большие, по крайней мере, деньги, большие деньги, потому что Трамп санкции объявлял, сказал, что долгосрочные обязательства российские ОФЗ не будем покупать, ну, запретил всем. И, соответственно, дефолт-то объявлять, в общем-то, и нет никакого смысла. Вот, а что же будет? То есть дефолта не будет точно, но люди говорят, ну, кризис-то есть и что-то будет. А что будет? Они говорят, будет, сейчас, девальвация, будет деноминация, будет, что там еще может быть, какие гадости могут быть, вот, ну, что-то будет, и поэтому надо покупать доллары. Так вот, друзья мои, дефолта не будет точно, а будет ли деноминация, об этом я расскажу в другой раз в следующем видео, потому что там уже совсем другие причины и другие расклады. Но вопрос остается по-прежнему. А что же делать и что же будет? И куда деваться? То есть ставки-то падают, надо куда-то вкладывать деньги. Надо ли покупать доллары? И этот вопрос остается. Надо ли покупать акции? Потому что, ну, тоже вопрос остается, потому что в банке деньги уже не приносят доходности, доллар, ну, как-то не растет. И кто-то говорит, золото надо покупать, а кто-то смотрит, блин, акции 100%, вы видели мое видео, 100% за год дали акции. Конечно, акции надо покупать, конечно, надо идти на фондовый рынок. Доллар где покупать? На фондовом рынке, конечно. Конечно, поэтому за прошлый год количество открытых брокерских счетов увеличилось там раза в два или в три. То есть люди массово идут на биржу и покупают акции. И все говорят, слушай, ну, если все покупают акции, то значит и мне, наверное, надо покупать акции, потому что акции-то вон как растут 100% за год. Но надо знать, какие акции покупать, куда вкладывать. Здесь достаточно сложно разобраться. И поэтому вот на фондовый рынок пришло огромное число людей. Но эти люди абсолютно не готовы к фондовому рынку, к сожалению. И там есть огромные риски. Все об этом, ну, как бы, поговаривают, знают и так далее. Что я могу вам посоветовать вот прямо сейчас? Прямо сейчас я вам могу посоветовать начать, ну, брокерский счет открыть надо? Да, надо. Точно совершенно. Надо ли покупать доллары? Решайте сами. Надо ли покупать акции? Решайте сами. Если вы не знаете, не разбираетесь в этом, и если вы в этом полные чайники, я вам советую сначала пройти курс биржи для чайников, потому что, ну, это основы. Вы будете понимать, если вы, значит, пройдете этот курс для чайников, то вы будете хотя бы понимать, ну, и будете иметь понятие о том, какие бумаги надо покупать, а какие нет. Потому что, ну, в этом, к сожалению, надо разбираться. Ну, этот курс, я автор курса биржи для чайников, потому что, ну, я, когда начинал этим делом, я просто искал такой курс и не нашел его. Я прошел через кучу препятствий, я знаю все трудности, которые есть, и я о них, конечно, рассказываю и предостерегаю вас от неправильных решений. Курс биржи для чайников поможет. Вот, вон там, нет, вон там будет ссылочка на этот курс. И в описании к видео я вам очень советую начать с этого, с изучения. Если вы не готовы к платному обучению, ну, тогда оставайтесь на моем канале. Я буду рассказывать, я рассказываю многое, но вам придется принимать самостоятельные решения, конечно, тогда и, ну, пожалуйста, принимайте. Сейчас задавайте, пожалуйста, вопросы. В следующий раз я расскажу о том, что такое деноминация, ждет ли нас деноминация, ждет ли нас девальвация, что будет со ставками, что будет с инфляцией и так далее. Оставайтесь на моем канале. Сейчас спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. И до встречи в следующем видео.